В деле о дебоше в Кемеровском супермаркете поставили точку. Пьяная компания решила бесплатно подкрепиться прямо в магазине, а встретив сопротивление, затеяла драку. Полгода после инцидента избитый полицейский ждал звонка с извинениями. Дмитрий Акимов знает, как судно отказал хулиганам. На лицах подсудимых кажется вполне искреннее раскаяние. Через несколько минут каждый из них может отправиться за решетку. Поэтому настало время говорить. Я раскаюсь с Адерином, приношу еще раз извинения. Я так же раскаюсь с Адерином. Я тоже раскаюсь, не хотелось бы, чтобы такое больше повторилось. Свои действия задержанные не могли объяснить почти полгода. Я обвинись перед ним лично. Перед кем? Перед всеми. А началось все с двухдневного застолья. Приятели много пили, затем решили подкрепиться. Дошли до ближайшего супермаркета и начали лакомиться виноградом. Прямо в зале, так и не добравшись до кассы. Девочки им сделали замечание. Подошел контролер торгового зала, сделал замечание им. Они набросились на него, начали сбивать. Потасовку фиксирует камера видеонаблюдения. Молодые люди избивают менеджера и не спешат уходить, а спокойно продолжают трапезу. Приехавший на ряд не смог справиться с хулиганами. Пришлось вызывать подкрепление. Я не знаю сколько, четыре экипажа, наверное, была стрельба. То есть, тем не менее, их положили, завязали. Но даже стрельба не остудила горячие головы. На выстрелы они отреагировали тоже грубо. Стали кидаться прям. Стреляй, все. То есть, ничего не боялись. В итоге разбитый нос, сломанная рука, многочисленные синяки и порванная полицейская форма. В отношении дебоширов возбудили уголовное дело. Но только через полгода до приятелей дошло. Чем может закончиться их любовь к бесплатному винограду? Еще хочу раз извиниться. Но полицейский прощать ничего не захотел. Хотя бы за полгода, за эти, хоть бы один позвонил, хоть бы один извинился. У меня сейчас никаких вообще вопросов не было. В итоге дебоширы получили условные сроки. От года до трех. Дмитрий Акимов, Евгений Косицын. Место происшествия.